Созув, как говорится, что должен иметь хотя бы тренер, завистемент для того, чтобы обрабатывать движение, чтобы изберить свою кожу, чтобы маленькое зрение не посадить и так далее. Но начнем с элементарного, что у нас должен быть всегда станок. Станок должен быть жесткий, чтобы положить лыжу ровно, чтобы она не болталась. Крепеж правильно, закрепление, не сбоку, чтобы не раздавить боковик. Не должен он болтаться, но здесь у нас сегодня такие условия. Обычно станки у нас очень хорошие. Старт, сфикс, двухпрофильные, они жестко стоят. Можно регулировать высоту невысокую за оптимальную работу. Лыжа должна не болтаться, самое главное. А то бывает, начиная вести циклом, лыжа повернулась сюда, естественно, разрезает пластик. Далее у нас каждый челюстмен, каждый клеен, естественно, нужно иметь фарту, которую вы видите, для того, чтобы избереть свою одежду. Перчатки. Вот такие, с такими станками я работаю. Фартуки. Ну, разнорезы с их разных фирм. И сейчас выпускаем перчатки, и лекции, и все, и все, и все, и все, и все. Поэтому, я сразу могу сказать, что сборная работа с фирмой Фикс. Мы обязаны работать с фартуками с фикс, но с мазями, со всеми фирмами мы работаем. И с любимыми щетками, нас никто не бронет. Но фартуки надо работать только с фикс. Перчатки тоже разнорвали, и с фикс, и стартная работа. Утюги. Ну, вот этот у нас для держащих мазей. И для скалящих мазей, это норма утюги с толстой подошвой. Для чего? Значит, потому что утюг при нагревании равномерно держит тепло. И дольше ему надо. И второй утюг, это для держащих мазей. До обязательно, ну, сейчас уже немного, можно при накатке. Накатки у нас бывают различные фирмы. Это и ТОКО, и наши Владимирские, и сфиксовские, и стартовские. Ленинградские накатки. Нас никто не ограничил. Но по поводу накаток скажу одно. Значит, не нужно и в сборной мы так не работаем, что мы работаем только с фирмой Остап. Мы тестируем все накатки. И бывают такие случаи, что и температура накануне такая же была. Снег, ну, он-то свежий. И влажность, но сегодня эта накатка не работает. Работа трудная. У нас есть пластмассовая, пластмассовая для снятия парафиновых борошков. Цикль есть для снятия держащих мазей. Цикль есть для желобков. Значит, щетки. Тоже самое, разными фирмами пользуются. И только листах, рода. Как они были? Латунная, медная, нейлоновая. Роторные щетки. Значит, можно сказать, по роторным щеткам. Значит, естественно, когда работа с одной парой, стараюсь, это, как говорится, и можно вручными щетками работать, но когда в команде, у спортсмен намного лучше, особенно когда при получении нового инвентаря, при обработке, когда мы получаем новый инвентарь, спортсмен получает, с ними надо много работать, то, естественно, мы используем роторные щетки. Роторные щетки мы используем и во время сорнований. Особенно пробковые щетки. Значит, мы в холодном виде накладываем как порошки, так и на улице, особенно на сквозьких дистанциях, мы работаем много с роторными щетками. Значит, это различные роторные щетки у нас есть. Ну, что это? Так же мы роторные щетки используем, особенно после нанесения шанс-лифта, мы используем металлические роторные щетки, чтобы снять все эти заусенцы, которые остались после машинной обработки. Значит, почему нужно использовать роторные щетки? Когда мы снимаем парафин, ну, вроде я снял парафин, все нормально, но в порох остается парафин. А нужно убрать и вскрыть структуру. И мы используем вот, вот как видите, на этом рисунке, то, что это мысль, пришла работа, мы сняли просто цикл. Но парафин остался в структуре. Используя роторные щетки, мы должны очистить все структуры. Так же можно и роторные щетки очистить. Я не просто роторные щетки, мы роторные щетки не туру, но я еще повторяю, когда работаю на небольшом количестве. Значит, как пользоваться роторными щетками? Вот некоторые, даже роторные щетки давят на щетку, берут щетку и вот ложатся на нее, ну, возьмем, ну, возьмем медная щетка, и начинает ее давить. Ни в коем случае работает только в одном направлении. Ровно положил, не нужно давить все усилия. Почему? Потому что загибается, они гладят, но не снимают, не выщищают парафин и скорб. Погнение ложится, если на струкнулся с ней. Значит, ну, сливаемую бумагу нам нужна на вторую, чтобы поднять, для поднятия в ворсах, чтобы положить грунты, как клести, как клести, так и клести. Значит, не тканая бумага, но для снятия последнего слоя, то, что остается лыжи обработал, порошками, снял порошок, но снять это все пыльно, и ворсах. Щетки, для пробки. Пробка нужна как синтетическая, для разглаживания держащих мазей, так и пробка, которую можно использовать для нанесения порошков и спрессов, спрей, или в холодном способе. Смывка должна быть обязательно. Почему? Потому что, ну, с смывком, я еще повторяю, что нам никто не запрещает работать на различные смывки. Ну, почему-то, и не то, что там дань моды. Нет, смывка тока, тока, мы используем больше, потому что после снятия смывкой тока масла, пластик не сушит, и очень тщательно, ну, пластик не станет сожжимленным, как говорится, после мазей. Значит, ну, вот эта смывка для снятия парафинов и разных жидкостей мы используем смывку МАПЛЮС. Также нужны термометры, которые различенствуют, ну, чтобы измерить температуру воздуха, снега и влажность. Респиратор, конечно, на сегодняшний день я прямо скажу, что в этом году, вот я работаю уже с 99-го года, в этом году впервые у нас каждый солистер взрослой команды и нам закупили масло. То есть проблема была большая, у юниорской сборной там еще до сегодня не у всех она есть, работают без масла. Это не очень хорошо для здоровья. если проверить вытяжки еще более-менее можно, но для зрения обязательно надо надевать очки какие-нибудь еще, потому что когда вы стоите на лыжи и пора ведет порыв вам в глаза, поэтому это очень опасно. просто простейшие очки чтобы хотя бы глаза отнесли. Здесь не бывают момента, когда вы занимаетесь деятельностью, но момента, что иногда маску сбрасывать и без маски уже в этой ситуации. здесь бывает скучно, надо все это быстро делать, а маска иногда запотевает. Дрели без занимающих руководителей для ротерных щеток, также для работы в установке лыж, крепления мильные. Выбор лыж. То, что Сан Сан сейчас вам объяснил, это я считаю, что высший килогатаж и особенно с нашими спортсменами, я работаю с девчонками, проблема очень большая. Мы мажем ее как на клистер, это на две мазями, так и твердым. Ни в коем случае нужно колодку мазать. Ну и самое главное, не нужно колодку удлинять назад. Ни в коем случае, это грубейшая ошибка, когда начинают удлинять и мазать, как Сан Сан сказал, значит, если спортсмен вышел на тест классический поезд, выживание не держит. Добавляем той же мазы. Но мы сужаем, как Сан Сан сужаем, делаем слой толще. Под колодкой, понимаете, не нужно выложить на переднюю часть толщину делаем, ни в коем случае. Значит, сразу я хочу показать крепление нового броса, не нужно здесь центра тярости искать, здесь уже все готово, риски есть, пошел вставим, все быстро. Но в этом году Фишер они придумали под крепление коньковое положить пластину и получается у нас что эта пластина поднимает носок лыжи. Ботинок поднимает и крепление получается как спортсмен особенно на спуске он как отваливается назад разгружая переднюю часть. У нас не я прямо скажу, что мы трудно переходим к новому. Как было сказано по пластику мы опоздали перешли может в фалоне всем на пластике мы бежали только в эстафете на пластике так и к этому креплению девчонки не могут прийти затекает голень почему потому что скованно идут и не нравится все иностранки мы смотрим наблюдаем все уже бегают с подошвы у Фишера у Соломона вернее у Соломона значит пока нет подкладывай я сам катался мне понравилось особенно когда есть на спуске это очень дает прибавку в скольжение также нужно еще добавить фишер делает классический пыв теплый и холодный а конструкция отличается тем что у холодных 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 более вытянутых более жестких мазей мазей а у кристовых теплых более коротких более жестких тоже есть разница ну грунтов холодных мы сейчас перейдем в практике чтобы как говорится мы не говорили один раз увидеть и все моменты это во-вторых индивидуально а во-вторых ситуация какая значит плюс 20 25 30 это понятно или наоборот все от вашей координации от вашей готовности если я не 75 по мне 192 если я хорошо готов я координирую я тебя не справляюсь но я сейчас не готов и не справляюсь я только по 187 так же спортсмена спрашиваешь когда подбираешь лыжи и спрашивают как у вас трассы готовят хорошо готовят трассу все широкие лыжи значит быть стандартной если вы лыжи допустим как вы владеете ситуацией допустим у ветерана у них нет координации повышенной он только вышел на ногу ему надо обратно ставить лыжи ну естественно лыжи поменьше вот тут такая ситуация а спортсмены это уже индивидуально допустим я по себе знаю первое время когда по палкам мы начали переходить на большие палки на коньки потому что я по палкам когда был околек все пошли вот с такими палками но когда начинаешь финишироваться с этими палками ты ничего не можешь сделать берешь короткие палки при наравнении на уходе на спуск на спуск наравне и тем не менее не справляются и все все вернулись оптимально но у нас как всегда наша российская автомат себя догоняла так как поэтому здесь четко вот допустим я гонялся на классике на палках сто тридцать три сто сорок три с половиной сантиметра я понял почему я это делаю я не знаю вот они мне подходили это все индивидуально сейчас сейчас пробуют некоторые девочки классические лыжи там метр семьдесят два вот поставлены 205 пробуют все это все индивидуально а для детей это подбор простейший просто прибавляете все в зависимости от раз если вы возьмете длины ниже отдаст полтора метра просто уже ориентируется на дальше поэтому есть подбор чистый индивидуальный подсказы спортсмена и вообще даже у любого человека какой-то магазин приходит и начинает ну я же сто килограмм мне нужна лыжа какие если тебе рост пятьдесят два метра можете мне дать и куда хоть двести у меня даже сейчас лежит заказ я не могу спортсмен приходил а люди заказали для спортсмена все отлично а там люди тренируют и тоже готовы мы снимаем это все и проходим проходим через киноторезь я еще что-то добавлю то что сейчас лыжи приходят сюда в Россию они уже под концепт они не собавляются а просто мажутся парафином и под значит лучами лутофиолетом лучами уже получается дальше надо насыдить насыдить а сейчас у вас там две женщины которые просто проводят лутофиолетом и кладут такие ниши где под лутофиолетом происходит неправение в пластик парафин и лыжи пластиковые парафин у нас 7 и 8 более мягкие и впитываются значит когда мы положим крепление поставим новую лыжу мы снимаем в лёгкую в лёгкую то что парафин мы сняли с железным циклом мы снимаем в лёгкую ворсинки то есть ни в коем ты не убираешься мы снимаем все ворсинки но опять я ещё повторяю ни в коем случае мы не даем это хорошим циклом мы снимаем проводим и всё это убираем далее я ещё повторяю когда человек попадает в сборную ну просто или не знание или что у тренера почему-то мы не обрабатываем карты мы снимаем опять же не давя проводя цикл мы снимаем этот пластик но ни в коем хуже не закругляем да не закругляем после этого берём мелкую штуру если к сожалению она так трудно и не крутим в лёгкую за всё слифую то есть и последнее обращайте внимание на конты они после производства они острые значит конты не должны быть острыми после соревнований вы сами особенно когда вы лыжи берёте для обработки после заливания грунтового фарафина есть заусенцы взяли мелкую шкурку прошли с областью я ещё повторяю ни в коем случае не надо закруглять на жёсткой трассе это будет не удержать у нас я могу даже это вот такое сообщение значит всё мы уже приготовили мы берём вот этот у нас маленький он для держащих ноги значит утюг должен быть гладким вот эти заусенцы которые мы делаем после любой гонки после любой гонки в порох или песчанки и всё так нужно ротанной щёткой металлической вычищать за утюгом нужно следить вот этих борозок поперечек не должно быть берёт мелкую шкурку на пробку это всё убирается нужно утюг обработать и все эти острые края нужно мелкая шкурка всё это убирается утюг если мы будем утюг ссорать мы будем утюг бросить берём новую лыжу начинаем ну мы пользуемся начинаем грунтовать яйки поражим старт БВ утюг не должен гореть если утюг горит это плохо значит утюг для того чтобы не дымил нужно чтобы чтобы соответствовало температуру церкви и температуру соответствовало на утюг это рекомендация всех производителей после того как он остыл мы берём цикл это всё снимаем снимаем после этого проходим в одном направлении берём не волнушу здесь можно уже но ни в коем случае не нужно уложиться нет мы работаем эту операцию повторим два-три раза далее берём парафин СВ вот с сервисом повторяем ту же операцию то что мы делали с мягкой это парафин более жёсткий температура плавления 120 градусов на нервной части и я ещё раз повторяю нужно смотреть за температурой нужно ставить 150-140 не в коем случае фарафин мягкий проводим ту же операцию далее берём ещё жёсткий парафин АБЛФ он ещё жёстче он ещё жёстче то же самое повторяем и после этого рекомендуем мы это выполняем есть такой грунтовый парафин Стаб Стаб ХФ ВП он сильно вторую но температура плавления всего низкая и градусов всего он мягкий то есть ну и после этого ну это я просто и это совсем другое насыпаем насыпаем этот порошок но я ещё повторюсь ни в коем случае не нужно ставить 110 градусов 75 градусов расплавляем хорошо плавится он хорошо даём расстрелить даём только одно движение вот я ещё повторяю вот этого не нужно делать а оно не нужно приезжать это всё уже когда начинали сан-сан сан-сан мы мы основаны на порошок чтобы искорки это всё это не нужно делать далее этот порошок ложится перед гоночными парафинами и порошками он делает пластик а плёнку делает грязеотталкивающую после того как нанесли порошок мы снова можем гоносы парафин покатались как говорится и уже лыжа готова но после каждой тренировки на каждой тренировке нужно лыжа парафин нужно лыжа обязательно парафин потому что бывает после гонки берёшь лыжа лыжа белая это просто необработанная лыжа до конца лыжа не должна быть после гонки она должна быть масляная она должна быть если лыжа белеет это плохо надо работать от того что остался парафин или что-то другое от чего она белеет какой причине пластик не наполнен парафин и все не насыщен надо питать значит при всех перевозках при всех перевозках при всех нужно лыжи заливать обычно уже если знаем куда переезжаем или мы всегда заливаем он слабоходистый непростой а циашевские парафины циашевские парафины используют нет? для каких целей? циашевские ну есть легкая история естественно было случаи что даже бревная хэшом заливали сейчас есть универсальный парафин старт универсальный парафин ну он всегда как туристический но иногда он неплохо и сам универсальный диапазон какой? нет просто допустим универсальный фикс а лф а шеф это уже другие парафины они работают на лыжи меньше чем выше класс парафина естественно он больше работает и меньше собирает грязь а циаши это простейший парафин для тренировок для детей более жесткие то холодный парафин иногда х работает лучше чем а шеф и а мороз сильный допустим да тот кто 10-30 стеклянный может работать с проблемой поэтому чем иной живой парафин чем меньше работает и почта это значит использовали как сейчас уже дошли Рекс выпустил жидкость можно пропитывать как в туристах мы это пробовали но такого эффекта не дало такого но этот порошок мы всегда используем он специально джунтовый парафин второго его еще повторяется не нужно платить при высокой температуре а снимаем обработка так же как обычно то есть мы нанесли остудили снимаем снимаем рассчитываем пластмассовом и обрабатываем щетками по этому вопросу что-нибудь вопросы есть эмульсии гелика кому себя попроще а вот по этому порошку как часто его надо наносить что вот порошок как часто надо наносить перед нанесением по крайней мере новые лыжи нужно обрабатывать всегда и и ну после особенно когда мы гоняем на искусственном снегуле где-то мы после трех-четырех сартов мы это делаем в вопросе есть извините пожалуйста я пропустил 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 самое главное пропустил не сказал значит мы положили белый графит после этого мы ложим графит это вот это Граффит у меня старый еще, сервисный граффит есть, после этого мы вложим красный параметры и БЛФ и старт порошок. Я опущу граффит. Обязательно нужно вложить граффит. Если чистый снег, то можно без граффита? Чистый снег, я не знаю, где у нас чистый снег? Вежим подыщем. Вопросы есть по данным? У Шипса новое направление будет, мы будем читать. Значит, что ли приятел? Структура снега, температура снега. Влажность снега. И плюс еще радиацию они включили. Они сделали такой опыт, в том году опыт простейший. Значит, вот, ну не знаю, Михаил, ну вот вам рассказывают мне, но это, в общем-то, я уже даже не знаю. Сейчас многие готовят лыжи иностранные, для иностранного гонщика с разными структурами. Здесь одна структура, здесь вторая структура, здесь третья структура. Здесь один парафин, здесь второй, здесь третий. СВИК сделал такой тест. Сделали огромное количество тестов. Наш спортсмен на скорости выезжает в такой тоннель и замеряется температура. Между лыжами, образующий на лыжи, допустим, он выезжает при температуре, допустим, 17 градусов, а выход на лыжи 15. То есть, наоборот, 15 въезжает, а выезжает 17, а на лыжи 17 более теплые. И, в связи с этим, встали его навесы очень давно уже, ну, как бы я не помню. Как всегда раскрывают, но я думаю, что его недавно. Делают разные структуры. На входе на лыжи одна структура. Здесь, на основной рабочей части, в плоске, естественно, там масть, но в коньке уже. Здесь основное давление и веса другая структура и на выходе третья структура. Поэтому нам их догонять очень долго. Три структуры мы не ложим, но две используем. Вот такие вот моменты, поэтому уже даже на лыжах кладутся разные парафены, разная структура. Такая же наука стала, что от лыжи зависит очень много. Очень много зависит от лыжи именно от лыжи. Гаек, все улетучивается мягкой щеткой. Кстати, по поводу щетки. Щетки ни в том случае нельзя пользоваться, что щет, которым мы работаем с парафеном, и работаем с парафеном. Щетки должны быть разные. Пытаемся. Это нужно, ну, разориться на крупе. Щетки должны быть разные. Если от работы она не должна, после парафена переходить на парафен. Гоночный порошок. Нанесение порошков бывает, можно носить как горячим способом, так и холодным способом. Надеты, к сожалению, у нас утюгами, к сожалению. Надеты в первую очередь, ну, у нас заработал грубо говоря 100. Работал сегодня порошок старт, 5-5, там, если холодно, 5-15 и так далее. Смотрим. Ну, вы исправьте, наверное. И если смотрите, сами знаете, или кто не сомневается, посмотрел на ванну, здесь написано температуру проявления. Значит, и здесь, ну, ну, старт, старт нам. У нас один сегодня порошок. Значит, ну, опять, чтобы порошок положить ровнее, мы снимаем эту крючку и просто берем колгот и ровно, ровно. Это будет ровнее ложиться. Здесь, я еще повторюсь, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя вводить в обратный стол. Берете, проводите по одной, в одном направлении, ровно, и во второй. Только мы платим на этой баночке на 5-6 панок, а вообще с их стоят на 3. Да, да. Одну баночку 30 градусов. Да, и нам остынет. На 10-5. Можно, если, или в комнату, если бы я позволяю, ну, бросить на улицу. Все остыло, все холодно, мы начинаем снимать в легкую, в легкую снимаем, в одном направлении снять. После этого, после этого берете щетку для порошков и обрабатываем. Также можно роторными щетками обрабатывать. Значит, сервис работает, тестирует все эмульсии до самого старта. Народ приходит, и спортсмен приходит на тест лыжи. Оттестировал лыжи, выбрал лыжи для данной температуры, заработал эмульсию, группа, говорит, наша эмульсия 0-6. Снег чистый, можем выложить на порошок, на порошок, этого мы все. Прямо на улице. Значит, обработка в горячий способ, у кого вопросы есть? Вопрос по порошкам. Мы знаем, что, в принципе, вы же едете на порошке, так? Менечный счет. Едет пластик. На порошке. Я приведу по поводу смазки. Естественно, что ненаверяные лыжи на порошок кладем. Как есть ли смысл столько припичкивать других парафинов, тот порошок? Вы имеете в виду, что порошок на голову? Нет, это чистый пластик. Ну, я не знаю, это на земце идет, особенно у биатлона, они не признают. Они, например, вообще, ну, как я информацию имею, информацию по биатлону, они, ну, парафин можно оценивать. Типа, любой парафин жесткий положил, жесткий положил, и, пожалуйста, положи парашот, и подвесил. Я хотел Вас спросить, есть ли смысл вложить подушку из нескольких парафинов, после того, что все равно зацепили все порошком, и лыжи приедут на порошке, в любом случае? Нет, в любом случае, в любом случае, парафин, парафин можно оценивать. Ну, хотя бы один, я согласен, но не несколько. А каких, грунтовать лыжи нужно? Мы лыжи загрунтовали, выбрали боночный парафин. Мы больше, мы же не можем на бонку действовать парафин. А, ну, что такое просто... Нет, нет, нет. Просто грунтовать лыжи обязательно не могут. На нее кладется парафин базовый. Базовый, да, да. Вот, 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 вот. Чистим лыжи. То, что мы лыжи, прогрунтовали, их нужно обязательно прогрунтовать. После этого мы лыжи чистим. Или балаофом, или любым жестким парафином. Каким образом? Донышим парафином. И порошок, у нас нет мурашнего парафина. Вот еще вопрос. Перед порошком эмульсия в том случае, только когда эмульсия идет, да? Нет, только когда эмульсия работает. Ни в коем случае, если эмульсия не работает, не нужно ложить вообще. 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 Амульсия используют только когда она сама она работает. И работа, когда мы тестируем, она не падает в скорость или нет. А то эмульсия может проехать один раз очень быстро, А после нас доёта сидит. А эмульсия может стать крок—2,5,5ga. Но, лыжи вообще не будут работать. С эмульсией может быть учен девах. Если誰 вы не sectorrunning, то эмульсии-то вы безопасите на длинной дистанции. Нет. Почему? Мы под порошок мы ложим на длинную дистанцию. Да, под порошок мы ложим… Если эмульсия работает, мы ложим на длинную. А еще вот вопрос, например, эмульсия или в помещении или на улице, где преимущество? Ну, вот, например, если есть время в помещение прижать или на улице? Ну, допустим, когда под поражен, мы всегда вложим в помещение. Если она работает, так же продолжает работать, мы его вложим на улицу. Нет, если, например, есть еще время, то все равно вы стараетесь уже на улице. Вот лучше обижать на помещение или нет? Я понимаю. Когда ты теплую холодную лыжу вносишь в помещение, она уже в помещении. Ты кладешь туда, где вода, понимаете, сам образуется. Лучше всего, когда перестартан, все, даже присыпки делать в эмульсе, все лучше делать во время, ну, едем на улице и перестартан. Не надо заносить ее. Если мы ее уже вынесли, если только ее надо переделать на 100%, то да, вы ее заносите и все остальное. Если у вас лыжа готова к старту, и вы ее вынесли, все, лучше ее не носить. Это однозначно. Потому что даже иногда бывает так, что вы вынесли в помещение лыжи, и если она начинает скатывать, она у вас едет лучше. Однозначно, что она теплая лыжа. И тогда вы можете поменять в голове, что у вас лыжа, оказывается, все лучше, что-то поменять, а лыжа там. А она буквально через, там, когда стоило, через 5-10 минут, она встает на ту зло, именно на втором отделе. Вот, поэтому мы вынесли лыжу на улице, уже из ней доработали до конца. Если что-то надо глобально поменять, то все убрать и по новому. Вот с мазью, да, там есть, как некоторые моменты, что-то есть на лыжном помещении или на улице. Там немножко по-другому, вот, на твердой мазе. Они на улице сложнее кладутся, но астаджение их почему-то лучше. А с парафинными эмульсиями лучше работать только, что я имею в виду уже доводить. Она не эмульсия, она, ну что, она не, она же практически. Ведь в чем заключается весь смысл эмульсии, там, порошков и все остальное. И я, Михаил, не знаю, что он еще не зваливает. Нужно стараться, как, вроде бы кажется, зачем тогда мы кладем парафины, для того, чтобы их вычистить максимально. Вот у него была картинка, там, три варианта, да, Венса? Вот, чем мы сильнее, чем мы все уберем, то, что есть у нас в структуре, то это будет работать намного лучше. Если что-то остается в структуре, это, естественно, собирает грязь, и получается набор грязи, и все искажения ухудшаются. Почему? Потому что уже реакции с пластиком, уже все это там есть. Мы думаем, что должно что-то остаться, это же должно работать. Но оно, поэтому это специальные пластики, специальные парафинные порошки. Они делаются не только про то, что вот это, как бы, химия, да? И проводится очень много тестов, что, значит, в совокупности с пластиком работает. Это же необычный пластик, просто взяли вот сюда лейку и намазали пластик. Поэтому, чем чище мы учищаем, даже вот вручную и все остальное, даже вот перед стартом, вроде эмольсию положили в воду, да, и на ней на одной. Но это когда спринтская, да. Но если у вас гонка длинная, там, пять, десять, пятнадцать, там, или, где-то большая, другая, нужно учащать как можно максимально. Чем мы лучше вычислить, тем меньше у нас высоперется грязь, естественно, ложим воду на раму. А перед стартом, перед стартом в одном направлении, мягкая воду на щетку мы проходим. Да, да. Мы положили, все втюрли, на самом деле. Ну, так, перед стартом коробку мы проходим в одном направлении, в легкую, все это прочищаем, все остается. Вот сейчас в новом направлении, у Фиска, да, у него новые щетки, мягкий металл. И он вообще рекомендует постоянно работать, уже не учитывая, там, теплый, жесткий пластик, ворс, мягкий ворс. Он вообще предлагает работать только с этой щеткой. Раньше была вот медная, сейчас это тонкая сталь. Именно вычищает все, выбирает из структуры. И даже вот уже конечная, как после шлифового для шлифования, после этого делается, то же самое вот они предлагают этой щеткой выбирать. Она очень тонкая, и она выбирает из структуры все. Я еще раз повторяю, что чем больше остается парафина или порошка в структуре, тем больше, чем плоско, скажи мне. Ну, не естественно, в конце дистанции. Нанесение, нанесение спрессовок горячий способ. Нанесение спрессовок горячий способ. Значит, то...